здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и вновь в этой программе мы переносимся а точнее остаемся на месте но тем не менее морально перенесемся на территорию спорта кое всегда являлся городской круг любец у нас в гостях старший аналитик комитета по физической культуре и спорту администрации городского круга любец и андрей абахин здравствуйте андрей добрый да ну и как всегда такой небольшой спортивный выпуск какие у нас последние новости достижения потому что я знаю что они есть без них никак ну хотелось бы начать буквально стих соревнований которые закончились вчера это 8 18 19 сентября на территории городского круга любец и дворце спорта триумф проходил наш ежегодный уже традиционный фестиваль по художественной гимнастике осенний триумф то есть фестиваль проходил уже 12 раз это фестиваль спорта для самых юных спортсменок то более 400 спортсменок собрались у нас в триумфе это совершенно разные города москва российской федерации российская ведущая все российские получили российский турнир до фестиваль это и москва и московская область ярославль и белгород и рязань то есть очень много городов и борьба была очень серьезная а какой-то возраст ребят ну самым младшим было девчонкам восемь лет восемь лет для них это были наверное одни из первых таких масштабных соревнований большое испытание так и как это все проходив 400 кажется да несмотря на то что комплекс то большой но все равно такое огромное количество участников этаж каждому надо было внимание уделить даже если он и не прошел дальше наверно какие дипломы подарки что-то такую ну как я уже сказала турнир шел в течение двух дней и он начинался в 10 и заканчивался далеко за 21 час вечера и все соревнования были проведены достойные были награждены я могу сказать что с наших из наших люберчанок которые там принимали тоже самое есть победительницы вот хотелось бы отметить это вот самый юный возраст 2014 года рождения куликова злата заняла первое место в своей дисциплине карпова валерия она выступала уже возрастной категории 2010 года рождения точно так же было первое ну и достаточно много вторых и третьих мест понятно то есть ну марка по-прежнему поддерживается я так понимаю что сентябрь это еще и время такого определенного разгона для спортсменов потому что ну летом соревнования проходят и у нас очень часто бывают гости который и андрей бывает и гость я имею ввиду когда приходит тренер с участником ли тренер с победителем чаще всего самых разных направлений когда мы общаемся всегда откуда-то приехали но и я так понимаю что сентябрь это еще и такой месяц между тем что было летом и тем что будет осенью мы тоже об этом поговорим и кстати у наших жителей городского круга люберцы есть прекрасная возможность по-новому заглянуть так сказать мир спорта и поучаствовать в нем но прежде какие-то соревнования вот ближайшее время планируется или еще что-то уже проходило о чем можно рассказать ну конечно же как я всегда рассказываю у нас достаточно много соревнований сетка сетка огромное так называние единый календарный план вот и мы наверное одни из лидеров московской области по количеству соревнований спортивно-массовых мероприятий проводимых на территории муниципалитета ну и ближайшее время то что мы будем проводить это соревнования я призываю всех прийти поучаствовать они совершенно ни к чему не обязывающие вот 3 октября на территории центрального парка у нас будет проходить все российский день ходьбы вот нужно проходить да мы приглашаем всех желающих мы как всегда готовим программу мы готовим какие-то маленькие призы для всех людей которые примут участие начала будет в 11 часов конечно традиционно мы проводим разминку с чемпионом что очень нравится людям то есть посмотреть пообщаться с человеком который ну может быть это является для кого-то и кумиром отлично ну и коль речь идет уже о плавном переходе от профессионалов к тем кто занимается спортом на начальном каком-то этапе и так далее осень опять же время когда родители бабушки и дедушки вся семья начинают активно продвигать историю где вы их детяти заняться спортом те кто еще может быть не занимается либо например поменяют до перейти на какой-то другой статус это время когда выбираются спортивные секции направлений так далее мы много раз об этом говорили у нас их много но сегодня вот андрей расскажет еще об одном способе до который появился ну московская область является могу сказать одним из лидеров по внедрению информационных технологий и московская область является пилотным регионом где проходит такой эксперимент есть у нас портал спорт подмосковья это единый информационный ресурс для всех любителей спорта цель его создания было найти спортивную секцию в несколько кликов то есть зайдя на этот портал выбираете для себя тот муниципалитет городского округа который вас интересует и у вас появляется полная информация о спорте на территории данного округа то есть это начиная от секций тренеры их квалификация когда проходят тренировки где проходят тренировки какой возраст для людей там может найти для себя информацию любой желающий любого возраста это не только там детишки точно также это могут быть и совершенно там возрастные люди потому что там выкладывается информации по секциям которые там и за 40 лет и там ближе пенсионному возрасту то есть на этом портале могу сказать можно посмотреть там появляются постоянно новые функции например мы там недавно добавляли информацию по пешим маршрутам беговым маршрутом то есть можно зайти просто посмотреть на территории городского округа любвицы где располагается маршрут где начинается как он проходит какая с которой на специально подготовленные люди прошли и предложили его в качестве вот уже такого спортивного конечно да там точно также мы прописываем какое покрытие чтобы люди понимали он пойдет либо по гравийной дорожке либо это будет уже асфальт то есть подбирались и фото форму обувь то есть достаточно много интересного можно этом портале найти но я так понимаю что участие в этом портале в создании его и прежде всего в развитии в наполнении занимаются все люди которые имеют непосредственно отношение к спорту в московской области то есть к вам приходят какие-то разнарядки или вы например если открываете какую-то секцию или условно говоря этот же маршрута вы отправляете в какой-то центр да а он уже это все каким-то образом записывает куратором данного проекта является люди которые продвигают его это министерство физической культуры и спорта московской области непосредственно так как мы их подчиненные нам конечно же приходит определенное задание где и как мы должны выложить ту или иную информацию чтобы эта информация была в едином формате по всей московской области чтобы люди понимали что вот он делает вот такое-то количество движений кликов как я уже сказал и он получит эту информацию в доступном виде но тут очень важно такой на мой взгляд момент я вспоминаю свое детство да когда мы как узнавали ну если рядом со школы живешь то ты слышишь видишь да или там кто-то сказал вот приходи к нам а кто-то там подружился во дворе с кем-то это у нас там другой школе есть что-то другое но понятно что никакого интернета не было хотя были газеты да какие-то может быть объявления были начаться горе не помню то есть раньше это все было такое сарафанное радио в основном когда кто-то куда-то звал здесь вы вместе со своими коллегами предложили систему я так понимаю что я сидя дома или находясь в любом другом месте могу точностью с определить все варианты которые могут быть и в моем городе если говорить о московской области да и вокруг и в моем районе вплоть до того что вокруг моего дома куда ближе пойти и что очень важно ведь мало иметь информацию о конкретном о конкретной секции важно еще кто там находится то есть как бы это гарантия того что там это не какие-то там мошенники которые деньги собирают например да а это люди которые действительно имеет к спорту непосредственное отношение правильно понимаю все правильно как я уже сказал то есть там выкладывается информация в том числе и о тренерском составе который занимается и преподает то есть когда вы заходите вы можете выбрать понравившийся вид спорта и сразу там будет определенное количество тренеров которые тренируют и паре подают именно в этой области будь то это само будет это тяжелая атлетика будь то это ходьба там ну все что угодно и там выкладывается их квалификация за что они окончили сколько лет они уже преподают какие достижения у них существует их спортсмены та информация которая будет непосредственно актуальна да и людям будет посмотреть и сразу понятно о чем речь ну и самим тренером тоже конечно же приятно потому что они становятся таким объектом внимания да я объектом выбора это тоже их как бы подстегивают для того чтобы до успехов было еще больше да потом сюда к нам с медалями приходить но мы идем дальше помимо секции у нас еще есть такая тема которая периодически появляется потом куда-то исчезает это система gto многие слышали что вроде бы ее вернули люди которые особо спортом не занимаются но они когда-то там молодости может быть кто вынуждена кто может быть действительно с удовольствием принимал в этом участие существует ли сейчас gto как она работает кто в этой системе спортивного развития может принять участие насколько я знаю там есть свои плюсики тоже которые могут например для повлиять на поступление вуз и так далее вот расскажите об этом ну много раз мы эту тему уже в этой студии проговаривали система gto она начала развиваться и была возобновлена в 2014 году у нас на территории российской федерации в каждом городском округе по всей стране в каждом городе существует свой центр то есть он есть доработка в фск gto да те люди которые наделены правами принимать зачеты и заносить данную информацию непосредственно в общую базу всероссийскую ну расскажу только о тех наверное мероприятиях и ближе в ближайшее время те которые мы готовы и хотим провести ну например ежегодно мы проводим для студентов первого курса таможенной академии которая находится на нашей территории сдачу точнее мы принимаем они сдают нормативы всероссийского комплекса готов к трудовой обороне под девизом от студ зачета к знаку gto то есть это такое всероссийское движение именно для студентов то есть там принимают участие студенты ну это логично вообще да и продолжение данной темы мы конечно же не останавливаемся на этом у нас на территории городского округа люберцы существует уже городская программа для самых юных наших жителей округа это вот те люди которые детишки даже до которым буквально там шесть-семь лет те которые только вступают можем могут сдавать нормативы в иска gto то есть это первая ступень это такая называемая программа знаком gto в школу то есть очень приятно когда ребенок стоит на линейке 1 класса и у него уже горит значок gto на груди понятно сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся в студию напомню что у нас в гостях старший аналитик комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа люберцы андрей абахин напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях старший аналитик комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа люберцы андрей абахин еще один вопрос по поводу gto ну там какие-то и только человек получает знак но по-моему есть какие-то еще дополнительные баллы для чего-то поступления вуз например что-то такое есть работает для студентов куда для тех людей которые поступают вузы существует дополнительные привилегии это к поступлению от 1 до 10 баллов каждый вуз может начислять самостоятельно ну и как я уже несколько раз здесь упоминал на территории российской федерации есть вузы которые вообще не принимают без знака gto это вот больше относится таймисс силовика к силовикам да ну а теперь от молодости радости детства мы переходим к радости молодости и в какой-то степени к детским приятным ощущениям потому что когда человек все время открывает для себя что-то новое это всегда на нем хорошо сказывается речь идет об активном долголетии которая вот связи с пандемией у нас как и все другие проекты было немножечко отложено в сторону но сейчас прямо активно развивается вот какие новости по этому направлению ну я хочу сразу сказать что это проект губернатора московской области то есть это достаточно серьезная история она курируется на самом верху и области в целом страна уже заботится о людях старшего поколения и вот что касается непосредственно спорта то на всех стадионах городского округа люберцы существуют секции во всех фоках существует секции для людей уже старшего поколения это женщины 55 плюс и мужчины 60 плюс которые могут приходить и совершенно бесплатно заниматься это различные виды это может быть и северная ходьба это может быть и дыхательная гимнастика это может быть и йога это могут быть и упражнения на растяжку это могут быть и спортивные танцы то есть те виды активности которые люди могут себе подобрать и уже непосредственно заниматься чтобы было удобно и приятно и сейчас она работает в полном объеме уже да да она бьет работает в полном объеме как я уже сказал на всех спортивных объектах городского округа люберцы и точно так же мы работаем в парках это центральный парк где мы ходим в геннадскую ходьбу наташинские пруды могу также отметить что членом данного клуба активного долголетия люди становятся автоматически как только выходит на пенсию не надо никуда ходить не надо никуда записываться то есть достаточно просто зайти в любой поисковик набрать активное долголетие московской области выпадает сразу ссылочка на нее заходите на сайт активного долголетия выбираете также свой округ и у вас появляются те активности которые уже существуют на которые можно приходить достаточно просто с собой иметь социальную карту и все вы приходите будь то это танцы будь то это северная ходьба будь то это какие-то различные другие активности там есть и рисование там есть и пение там есть и компьютерные курсы то есть человек может подобрать тот вид активности тот который интересен ну и еще в одном я так понимаю мы электронном информационном портале поговорим люберецкие звезды да где собственно говоря у нас еще есть тоже много всяких других активностей в том числе и спортивных да да портал люберецкие звезды он был задуман и создавался еще в 2018 году это вот такой портал для всех активных жителей городского округа независимо опять от их возраста все жители разделены на несколько категорий нам от как говорится мало до велика и портал подразумевают под того что под собой что жители выкладывают на этом портале свои какие-то достижения будь то это грамота за то что он принял участие в конкурсе рисования либо это грамота о том что он получил золотую медаль там на каком-то первенстве по тому или иному виду спорта и за каждую эту грамоту за каждое их действие в присваиваются определенное количество баллов вот и в конце раз полгода подводится итог то и лучшие люди лучшие те кто больше набрал баллов именно за эти полгода они получают призы то есть тоже от граница что бороться да то есть это не просто так можно свои умения знания как говорится монетизировать до что очень немаловажно в наше время то есть так как мы все-таки спортсмены и задумывался он больше под спорт мы награждаем людей за достижение за ну за достижения и мы им выдаем карточки спортивный магазин где они могут прийти приобрести какой-то спортивный инвентарь для себя для своей семьи еще для кого-то а лучший раз полгода получает смартфон даже так ну вот тут уже да надо задуматься вот так что он портал тоже работает тоже система довольно простая вот его несложно найти он довольно таки уже так как как-то разве звезды . рада да да а да еще естественно не могу не можем вас не отпустить без разговора о планах почему потому что я не зря говорил что осень для спортсменов понятно что летние виды спорта нас как-то 1 сентября в этом году так раз и 8 резко наступила но работают зал и работает огромное количество секций спорт в стране работает в полном объеме и ребята уже начинают ездить на соревнования и собственно говоря нам интересно узнать что нас ждет впереди ну давайте я все-таки остановлюсь на тех соревнованиях мероприятиях которые будут проходить на территории городской обрагу любили весны вот ну что хотелось бы ну наверное сразу сказать в первую очередь что у нас на территории городского округа люберс активно развиваются велодвижение велодвижение есть такое да велодвижение группа энтузиастов вело люберцы и мы каждый год как открываем сезон так открываем закрываем сезон в этом году по погоде скорее всего это будет уже октябрь месяц начало точно также предлагаю всем смотреть следить за анонсами все кто любит велосипед прийти прокатиться по городу принять участие в закрытии велосезона и хочу сказать что это вот группа да вот это велолюберцы она достаточно активная придумывает очень интересные вещи и в этом году первый раз на территории городского округа люберцы мы попробовали такой квест это ориентирование на велосипедах на территории городского округа люберцы были расставлены определенной точке маячки куда нужно было доехать на велосипеде поставить там себе галочку и вернуться обратно старт и финиш был центральном парке городского округа люберцы то есть не просто где-то покататься именно вот такое развлечение почему призываю всех приходить принимать участие те у кого есть велосипеды людом на из них не надо на скорость если это соревнование то конечно же на скоро мы выявляем победителей вот дальше хочу сказать что у нас очень активные как юношеские секции очень хочется ответ отметить наших ветеранов футбола до которые вали у нас туда они одни из самых активных на территории московской области у нас вот в нашем городском округе в первенстве играет порядка десяти команд то есть такого нет вообще в московской области такого нет . сейчас мы тоже вот уже подходит все концу будем выявлять победителей приглашаю опять приняли прийти посмотреть эти игры ветераны ветеранами но настолько там серьезные как говорится зарубы что она стояла по-настоящему они вспоминают свою молодость и не отпускают до конца идут до конца очень хотелось бы сказать что там сейчас точно так же у нас есть такая легендарная команда торт маш который до сих пор там играет которая еще в 1989 году стала чемпионом рсфср в зоне центр не представляете какие традиции эти люди которые 30 лет назад еще выигрывали рсфср они до сих пор строю и вот буквально закалка в девятнадцатом году исполнилось 30 лет со дня вот этого значимого событий к нам сюда приезжали ветераны спартака у нас был матч на стадионе торпеда то есть это вот к тому что насколько активные жители городского округа люберцы также вот 30 октября уже точная дата есть пройдет спортивно-патриотический фестиваль по военно-боевому единоборству памяти героя советского союза генерал-майора геннадий николаевича зайцева это вот легендарный основатель и непосредственно командир группы альфа то есть этот фестиваль проходит у нас на территории городского круга люберцы приходите в триумф смотрите это совершенно все бесплатно и свободно знаем там и показательные какие-то буду выступли там и показательные там приезжают очень интересные ребята как спортсмены точно так же вот приглашаются военные которые в парадах принимают уча понятно там с оружием показывают различные такие истории очень интересно то есть можно посмотреть прямо вживую буквально вот когда от вас в 15-20 метрах происходит такие кульбиты с оружием то есть приходите смотрите и это опять происходит все на территории городского круга люберцы вот ну и конечно же целая куча плеяда соревнований которые пройдут по различным видам спорта это тяжелая атлетика это легкая атлетика это через порт это точно также художественная гнастика который я сегодня упоминал это будет и баскетбол начинается у нас игры волейбольной люберецкой лиги у нас есть отдельные соревнования для трудовых коллективов городского круга люберцу по волейболу и могу сказать очень достаточно много принимают участие в них точно также достаточно серьезная борьба происходит начинают играть сентябре а заканчиваем эти игры буквально в мае месяце выявляем лучших победителей то есть мы всех жителей ждем на наших спортивных объектов еще раз повторюсь соревнования все бесплатные можно приходить смотреть любой вид спорта который вас вам интересен ну и таким образом можно констатировать что осень это печально и грустно не покажется вам такой печально и грустно если вы действительно примете участие в этих соревнованиях ну и я так понимаю что и значит комитет и все участники не обойдут вниманием победители будут какие-то где-то дипломы где-то наверно будут какие-то кубки в зависимости от соревнований верно то есть как бы победитель же должен быть почувствовать что вот он на пьедестале но это соревнование это неотъемлемая часть когда выявляется победитель он всегда чем-то награждается его надо выделить из той группы которая существует чтобы остальные люди могли это видите и стремились побеждать но я так понимаю что вот эта активность она будет продолжаться и ну до самого уже такого зимнего периода несмотря ни на что то есть спорт продолжает жить даже погода нам не помеха на глаза на учение футбольных полей до которые плавно приходит то что вы уточнили про футбольные поля сейчас я могу сказать что у нас есть такой турнир как называем за так и называется заснеженные поля то есть зимой играют футбол есть такие любите есть футбол на пляжный футбол а есть футбол зимний можно так сказать ну и на завершение давайте еще раз напомним очень важный момент осень где можно сейчас найти вот информацию куда привести ребенка чтобы понять что для этого нужно какие документы и ну и выбор сделать ну давайте еще раз я обращусь к порталу спорт подмосковья это спорт . мосрек точка ру заходите там выложена вся информация вы заводите свой личный кабинет и вся информация по документам сразу у вас появится что вам необходимо будет собрать что нужно занести а что нужно будет принести непосредственно уже лично когда придете всех то есть все удобно и все довольно быстро и совершенно не нужно тратить время за что спасибо всем кто принимал участие в организации этого портала ну и как вы видите спортивная жизнь бьет ключом поэтому мы не можем долго андрея абахина держать студии нужно идти трудиться смотреть за всем этим наблюдать чтобы все было под контролем старший аналитик комитета по физической культуре и спорту администрации городского круга люберцы андрей абахин был гостем нашей программы спасибо вам большое ну а программа открытый диалог завершена с вами был николай пивненко до свидания